Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Комкина. И сегодня у нас в гостях ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов. Сергей Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер, Юля. А вам я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. А значит, вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы нашему гостю. Номер телефона на ваших экранах 703515. Также свои вопросы вы можете оставлять на нашем сайте 7info.ru в разделе онлайн, и мы постараемся их озвучить сегодня. Сергей Геннадьевич, хочу начать с такой темы. Чуть больше недели назад Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Российской Федерации, посетил Курск. И в том числе побывал в Юго-Западном госуниверситете, которым вы руководите. Все-таки это подчеркивает, я думаю, статусность вуза. 11 тысяч студентов у вас обучается, и там еще и научный потенциал аккумулируется. Вот впечатления, делился ли министр впечатлениями с вами? Понравилось ли ему? И что вообще показывали ему? Ну, во-первых, это очень почетно принимать нашего руководителя, федерального министра, министра образования и науки Российской Федерации, Дмитрия Викторовича Ливанова. Конечно, когда нам озвучили, что он будет посещать Юго-Западный университет, честно говоря, мы очень серьезно готовились. Каждый вуз к новому учебному году, безусловно, готовится. Какие-то помещения ремонтирует, что-то красит, мажет, подмазывает, вытирает пыль, все прочее. Вот приезд Дмитрия Викторовича позволил за пять дней выполнить месячную работу. Самое главное, что люди, которые работают у нас в университете, вы знаете, вот очень по-доброму откликнулись на это, и не жалея времени, сил, с утра до ночи, вот это все приводилось в порядок. Конечно, к первому сентября это было тоже выполнено, это не значит, что именно Дмитрий Викторович приезжал, и поэтому мы это вот для него сделали. То есть мы не занимались показухой никакой, мы просто немножечко ускорили процесс подготовки. Ну, приезд министра, это, наверное, ответственно для каждого университета. Конечно, хотелось бы показать очень много, но у министра всегда время ограничено посещение, поэтому то время, которое пробыл он у нас, мы сумели показать хотя бы основное, то, чем занимается Юго-Западный университет. Мы показали сначала это научное наше исследование и разработки, и очень было очевидно, что министр заинтересовался теми же экзоскелетами. И когда наша чемпионка Европы по экзоскелетам, Аня, когда экзоскелет ее поднял, ну, очень тесно, там походить не удалось, но могли бы сделать несколько... То есть на колясках? Да, на колясках, да, да, это замечательно, симпатичная, оптимистичная девушка. Ну, как я министру обещал, через шесть месяцев Аня, ты должна ходить уже. Она очень много помогает нам в отработке этого. Показали разные разработки видеоробототехники, это подводные рыбы-роботы, которые используют бионические принципы движения, и они становятся незаметны. Ни длины подводных сонаров, ни для каких устройств, которые позволят, наверное, нашим обороноспособностям страны, может, позволят. Ну, и плюс, иногда встает вопрос в Минтрансе, это изучение русла рек. Русло рек затягивается илом, затягивается песком, а когда судоходные реки, надо постоянно фараватор прокладывать. Поэтому Минтранс ставил одну задачу таких гражданских, каждый год проверять русло рек. И как раз подводный рыборобот может помочь в этих научных исследованиях. Конечно, очень хотелось показать региональный центр анонтехнологий, который создан был из постановления нашего губернатора Александра Николаевича Михайлова. Мы сумели его сносить в самую уникальную технику, которая есть в мире. Сейчас он занимает одно из лидирующих положений в научном мире Российской Федерации среди вузов. Мы вместе с нашими партнерами вуза из других городов объединили усилия. Если какой-то прибор не хватает на нас, мы проводим исследование у них. Они приезжают к нам из Хабаровска, из Дальнего Зла, Владивостока приезжают. Ребята, которые делают докторские диссертации, которым необходимо это очень дорогостоящее оборудование. Не может вуз купить все, что он хочет. А вот объединить усилия можно. Ну, рассказали о совершенно научных наших перспективных разработках, которые Дмитрий Викторович тоже сделал оценку. Это и по гиперзвуку, покрытием самолетов для гиперзвука. Это и в области магнитной жидкости, которая, в общем-то, не только, конечно, Юго-Западный ведет эти исследования, но мы уже более 15 лет. Наши труды публикуют, и монографии наших ученых публикуют и в Англии, и в Америке публикуют. Что, в общем-то, наверное, показывает уровень этих научных исследований. Ну, и ряд других наработок. Ну, и, конечно, один из таких совсем недавно сделанных структурных подразделений нашего инститета – это научный институт радиоэлектронных систем, где мы ведем в основном работу в области гособоронзаказа, ведем ряд гражданского направления. Но самое главное, что это окрыто, не только ниры, которые заканчиваются бумажными отчетами. После каждой работы у нас есть опытный образец, который опробируется и потом идет в серию. После всего увиденного, после презентации наших разработок, ну, сумели мы представить министру в том числе образовательную сферу, которую мы ведем, ну, и перспективы им развития имущественного комплекса. Показали видеопрезентацию. Потом это делает опять, это бесплатный наш, это делает наши студенты с огромной любовью к своему родному университету, будущее главного корпуса. Те общежития, которые спроектировали, прошли госэкспертизу, которую мы планируем строить. Ну, честно говоря, министр, как правило, не хвалит ректоров вузов, да, поэтому его чувства мы узнали в том числе с телевидения, узнали, да, когда он отметил, что достойный университет, и, конечно, были самые дорогие слова для нас, первоклассная наука. Да, я так думаю, что Дмитрий Викторович посетил очень много университетов в России, он видел... И ему есть с чем сравнить. Да, у него есть с чем сравнить, поэтому оценка первоклассная наука, значит, наука находится на самом высоком уровне. Ну, вы сейчас рассказываете, рыба-робот, у меня глаза расширяются, расширяются, такие очень интересные, действительно, разработки. У нас есть небольшой материал, еще об одном изобретении, это электробайк двухколесный. Давайте посмотрим, это тоже ваши ребята придумали, посмотрим, побеседуем уже подробнее. Внимание на экран. Веселые и умные парни, вчерашние студенты. Крестиком вышивать не умеют, зато по силам собрать с нуля вот такой электробайк. Идея его создания пришла сразу, как только услышали про международные соревнования умные электромотоциклы. Исходные материалы – только мотор-колесо и аккумуляторная батарея. На работу у ребят ушло всего три месяца. Были ли произведены расчеты рамы, были ли произведены тесты на устойчивость, управляемость, динамические расчеты. Все это было подвержено в теории, смоделировано в специальных программах, а потом уже отложено на практике. То есть подобраны характеристики амортизаторов передних, задних, рулевого управления, тормозной системы. У железного коня даже есть свой дизайнер. Дмитрий Селютин при проектировании соблюдал три принципа – красоту, прочность и пользу. О пользе – это насколько удобно на нем сидеть, это эргономика. Отсюда появились штамповки на корпусе и сидение удобное. Вот рама у нас очень прочная, на нее можно даже поставить маленький автомобиль, к примеру, Аку. Хотелось сделать что-то очень привлекательное, и чтобы это выглядело не бледно на фоне наших европейских конкурентов. Преимуществ по сравнению со скутером у этого агрегата масса. Во-первых, он практически беззвучен, разве что слышно шуршание колес. Во-вторых, абсолютно экологичен, не выбрасывает в атмосферу никаких вредных веществ. И в-третьих, очень экономичен. Если мы садимся на бензиновые альтернативные транспортные средства, то переводим топливо в деньги, так же, как электроэнергию, которую потребляет мотоцикл наш, то, если в денежном эквиваленте, в 5-6 раз дешевле получается эксплуатировать данные транспортные средства. На зарядку аккумулятора нужно около 4 часов, зато потом энергии хватит на 60 километров. Если на таком добираться на работу по городу, смело можно не вспоминать про подзарядку неделю. Развивает скорость электромотоцикл до 70 километров в час. Чтобы прокатиться на нем, учиться на права не нужно. Достаточно уметь ездить на велосипеде. Труды студентов зря не пропали. На российском этапе международных соревнований курские умники заняли первое место в номинации «Стандарт». В лидерах парней и за дизайнерское решение «Байка». Защитники окружающей среды точно должны оценить такую новинку. Вот поделитесь секретом, может быть, для своих коллег. Как удается создавать вот такую питательную, плодородную среду для вот таких ученых умов? Потому что понятно, что умных людей, одаренных людей много. Но им нужно создать какие-то определенные условия, чтобы они смогли развиваться и что-то генерировать. Ну, первое, даже касаясь этого сюжета. Ведь эта идея родилась не спонтанно как-то. Мы очень дружим, сейчас называется уже Московский государственный машиностроительный университет в скобочках МАМИ. Бывший Московский автомеханический институт. И это были лидерами. И неоднократно на выставках, которые в том числе отвечал Юго-Западный университет, и в Ганнове РМС, и открытые инновации, привозили замечательные болиды студенческие, где ребята участвуют в соревнованиях. Мы даже видели, как Дмитрий Викторович, когда посещает эти выставки, очень интересуется этими направлениями. И один раз с Андреем Николаевым, ректором машиностроительного университета, мы обсудили вопрос, чтобы как бы нас привлечь к созданию электробайков, болидов студенческих. Нет вопросов. Но все, конечно, ректор может много как бы идей иметь в голове, но если рядом нет таких замечательных заведующих, как Александр Артухов, нет замечательных ребят-студентов, которые загораются идеей и хотят выразить свои идеи. И вот сегодня показывали байк. Это второй уже экземпляр байка, где на самом деле была реализована эргономика, где было удобно. А первый вариант – мы пробовали садиться, это было жутко неудобно сидеть, не рассчитано было рамы как следует, хотя ребята завоевали на нем, стали призерами российского этапа международных соревнований. И когда в честь победителям дарили еще комплект оборудования для создания этого, оставалось только спроектировать раму, сварить, зачистить. Это вопрос очень длительный, ведь вообще-то в этой науке нужно иметь тоже терпение, потому что сварили, сделали, пробирали, заново все разобрали до последнего винтика. Опять начали там прокрашивать, шлифовать нюансы все, посчитать эргономику, все, чтобы было комфортно, удобно и хорошо. И вот в течение года ребята собирают такой замечательный байк, который позволяет им участвовать в дальнейших соревнованиях, и в том числе международного уровня. Проводятся такие соревнования международного студенчества, именно от разработки электромобилей, электробайков среди студентов России, потом уезжают победители на международные соревнования. И, конечно, задача дариктора самая простая – помогать ребятам реализовывать свои идеи. Вот я, наверное, ставлю эту задачу для себя самой главной, чтобы просто ребятам помогать. Есть у них инициатива, просто обсудить, что надо сделать для ректора, чтобы помочь им это реализовать. А патентами какими-то можете похвалиться? Патентов в год мы получаем, вот по 2015 году мы получили 299 патентов. Это порядка, наверное, 50% всей Курской области на свидетельство об интеллектуальной собственности. Поэтому я в свое время, когда с Александром Николаевичем Криволаповым и принес ему такую инфографику, где Курская область занимает 17-ю позицию в рейдинге инновационных регионов России. Мне кажется, что это очень почетно. Ну, получается, что иго-западный университет вносит и свою лепту в эти позиции нашего региона, Курского края. У вас еще на базе университета работает Центр космических услуг, даже до космоса добрались. И в июне гендиректор российских космических систем Анатолий Перминов тоже у вас был и тоже оценил по достоинству. Расскажите, чем занимается этот центр? Ну, во-первых, в области космоса у нас создано несколько центров, в том числе Центр разработки малых космических аппаратов, Центр наказания космических услуг. И этот центр тоже подготовился, подходя нашего губернатора Александра Николаевича лично с генеральным директором РИКОТУ, полномоченной компанией Роскосмоса по созданию таких центров, открывали данный центр. Мы представляли, как он работает, что делает. И у нас в юго-западном университете у единственного гражданского вуза стоит станция дистанционного зондирования Земли. Мы вводим на девятиэтажном общежитии огромную антенну. Она не излучающая, она только принимающая сигналы со спутников, российских спутников. То есть просто идет на прием, работает, она совершенно безвредна. Для наших студентов мы бережем. Наши студенты, поэтому мы могли только разместить принимающую антенну на нашем общежитии. Безусловно, мы получаем космические снимки. Но я не могу сказать, пока мы работаем в качестве образовательной такой организации, когда учим студентов о работе в этом центре. Но вот Курская область, Василий Николаевич Зубков, замгубернатора, который отвечает за это управление, поставил задачу, чтобы мы могли принимать высокой четкости скинки. Поэтому мы сейчас подготовили ТЗ, подготовили все необходимое, то, какое оборудование нужно докупить. И мы можем получать с наших спутников «Газпрома» и других, в том числе с группировки спутников МЧС, высококачественные снимки, которые можем, в общем-то, в любом реальном режиме сравнивать, что происходит. В том числе это нужно и для сельхозугодий. Вот такие дожди, которые прошли, ураганы, да. Может быть, поля полегли, да. Это страховой случай, когда идут споры между сельхозкомпанией и страховой, да. Мы могли бы выступить такими независимыми арбитрами и доказать, что на самом деле это так. В том числе какие-то пожары возникающие. Потому что спутники, группировки спутников на орбите очень много. Снимки можно покупать с очень быстрой частотой. Тогда можем даже малейший очаг возгорания оценить и, в общем-то, сообщить об этом службе МЧС. И это не выйдет за пределы допустимого, будем говорить. Поэтому пока задача стоит готовить ребят, умеющих работать с этим оборудованием, умеющих работать с космическими снимками, умеющих работать с станциями дистанционного зондирования Земли. К ним проявляют огромный интерес наши иностранные партнеры. Поэтому даже в ближайшее время мы ведем переговоры. И уже предварительное договоренность есть, что российская станция дистанционного зондирования Земли будет поставлена в Эквадор, где мы подготовим в том числе ребят, специалистов, умеющих работать с этой станцией. Вот как бы так. А малый космический аппарат разработки. Мы готовим пятый спутник. Выводы в этом году на орбиту. Это российско-эквадорский студенческий спутник. Эквадор профинансировал эту разработку и изготовление государства. Под этим был российско-перуанский спутник. До этого мы делали спутник Кедр, большой спутник. Ну, а вообще мы входим в программу МКС-эксперимент. И мы ожидаем, что в ближайшее время будет подписано соглашение, контракт с нами, приблизительно 80 миллионов рублей на три года. Где, в общем-то, мы будем попробовать создавать группировки спутников, наноспутников на орбите, дешевых, быстро заменяемых. Плюс разработаны двигатели, которые мы попробуем отработать в космосе. Потому что одно дело физический закон на Земле, другие дела законы физические в космосе. При невесомости, абсолютном вакууме, холоде. Поэтому мы будем продолжать эту работу. Поэтому и кафедра создали космического приборостроения и систем связи. Она носит такую аббревиатуру, конечно, очень историческую, КПСС. Это кафедра. Ну, как получилось, так получилось, как говорят. Но самое главное, там собраны очень замечательные специалисты, люди, готовящиеся в науке. И да, мой докторант, уже мы собираемся защищать докторскую диссертацию, ориентацию МКС, когда отключен ГЛОНАСС, GPS, все. Такая уникальная докторская диссертация. Здорово. Для будущих студентов, я думаю, очень заманчиво звучат перспективы эти. Вот давайте сейчас отвлечемся немножко от науки и вот более приблизимся к тому, что вот у нас ждет уже в ближайшее время, новый учебный год. Как шел вообще набор студентов? Как вообще оцениваете подготовку школьников к университету? На каком уровне? Наверное, такой вопрос, который многих интересует, какие специальности самые популярные? Ну, в этом году набор Юго-Западного университета был гораздо лучше, чем в прошлом году. Конечно, вообще-то мы ожидали. Мы ведем большую работу среди школьников, ребят, в плане того, чтобы как можно больше ребят сдавали физику. Чтобы стать инженером, безусловно, ну, либо информатика на некоторые специальности, либо физика. Как правило, в основе своей, где-то в 90% инженерной специальности у нас русский язык, математика, физика. К сожалению, конечно, что не очень много ребят, процентов 20 всего, сдает физику. Но опыт показывает, что в этом году ребята значительно лучше сдали. Баллы достаточно высокие и очень радуют, что многие талантливые ребята в настоящее время не уезжают за пределы Курска, там, в Бауман, какие-то еще вузы остаются в Юго-Западном университете. Это говорит, в общем-то, каждый год о повышении доверия к нашим преподавателям, которые отдают свои знания нашим студентам. Поэтому конкурс, если посчитать в среднем на человека, то приблизительно у нас вышло где-то 8 человек на место. Было именно в физических. Если посчитать по общему конкурсу, то можно умножить на 3 эту цифру. Но я говорю то, что сколько физических лиц подало на количество бюджетных мест. А самые популярные? Самые популярные до сих пор. Конечно, если мы даже прикинем с вами, что 80% сдавали общество знания, историю. Это остается самым популярным экономикой, экономическое направление, юридическое, гуманитарное направление. Но все равно возвращаясь к тому, что в этом году гораздо лучше и очень высокий балл на многие специальности средний балл свыше 70 баллов. Средний балл. Это говорит о том, что ребята пришли подготовленные. Ребята, которые знали, зачем они в школе изучали физику и математику. Это говорит о том, что будущее, мы можем сделать из них и ученых, хороших, больших, сделать. Часть ребят, кто не прошел на бюджет, они пошли на внебюджет. Но я всем говорю о том, что для нашего вуза нет разницы между бюджетниками и внебюджетниками. Они учатся в общих группах. И преподаватели, в общем-то, даже не знают, кто учится на бюджете, а кто на внебюджете. Но все равно важно было. А из инженеров в специальностях, наверное, самое популярное является строительство. Огромный конкурс, где-то приблизительно 6 человек на место было. Поэтому в этом году просто уникальный был взрыв и интерес к архитектуре. На 17 бюджетных мест было подано 126 заявлений физических лиц. Ну, как людям хочется менять окружающие. Да, 65 ребят поступило на архитектуру. Все 17 бюджетников, значит, остальные поступили на внебюджетной основе. Но когда мы показываем те работы наших архитекторов, которые участвуют в конкурсах в Брянске и в другие города, которые показывают, Валентина как раз, которая показала новый корпус. Вот только увидеть этот сюжет, уже можно влюбиться в архитектуру и пойти. Но, конечно, в этом нужен талант. Талант художника, талант видения 3D. Вот объемное все видеть. А может быть и четвертое измерение даже есть. Хотя шучу по этому поводу. Но такие талантливые ребята есть. Ну, и как бы на остальные достаточно хороший набор. Я не могу в этом году всплеск на сварку. Ну, направление подводки машиностроения, профиль сварочное производство. Начало строиться атомная электростанция, потребовалось огромное количество инженера-сварщиков. И тут же возник спрос на это направление подготовки. Ребята знают, где они будут работать. Даже закончив Балковыря, они уже будут с удовольствием, наверное, будут забираться на работу. Смотрят в будущее. У нас есть два вопроса на сайт. Я предлагаю вам ответить на них. Макухина Мария. Мы живем в Солнцево. Моя дочь перешла в 11 класс, планирует к вам поступать. Предоставляете ли вы общежитие? Да. Насущный вопрос. У нас 1500 мест в общежитии. Конечно, каждый год у нас увеличит количество иностранных студентов. понимая, что, в общем-то, у нас самое дешевое общежитие. 250, если более улучшенные условия, 350 рублей в месяц. Это самое дешевое в Курске общежитие. Мы согласовали это студенческим самоуправлением, студенческим самоуправлением общежития, студенческим правкомом. Мы долго беседовали, определяли цену. Ну, как мы согласовали, так согласовали. Ну, я считаю, это достойно. Мы постоянно ремонтируем наши корпуса. Мы понемногу вкладываем деньги. В корпус мы устанавливаем душевые кабины, которые там лет 15-20 уже не функционировали. Мы уже все разобрали, подвели проводку, очистили воздуховоды. Мы потихоньку ремонтируем девятиэтажное общежитие. И самое главное, у Дмитрия Викторовича я спросил разрешение начать стройку одного новейшего корпуса. За какие деньги? Я сказал, Дмитрий Викторович, разрешите за наши деньги начать. Он говорит, зеленый свет. Евгений Викторович, еще один вопрос на сайт. Игнатенко, Игорь, скажите, пожалуйста, действуют ли в вашем ВУЗе целевые направления? Безусловно. Каждый год каждый ВУЗ согласовывает целевые места, количество целевых мест. С Министерством образования по ходатайству нас курирует Комитет промышленной связи. Мы отправляем в Министерство заявку. Министерство нам согласует. Мы выдаем эти места нашему Комитету промышленности. Так сокращенно. Мы как бы не заказываем в последнее время места на экономику и распроданцию целевые. А на те инженерные специальности с огромным удовольствием. Безусловно, есть конкурс между целевиками. Конечно, тоже хотелось, чтобы на целевые шли не слабенькие дети, а достаточно сильные. Но то, что нужно нашим районам, то, что нужно нашим предприятиям, когда они считают, что этот будущий выпускник пойдет к ним на работу, и Министерство создает условия о том, что дополнительно надо оплачивать стипендию платить целевику, это от двух до двух с половиной тысячи в месяц. Если предприятие какое не думает, или, условно говоря, левое целевое место, оно не будет такие деньги платить. Если предприятие думает забрать выпускника этого к себе на работу, да, все предприятия выплачивают дополнительную стипендию. Две, две с половиной тысячи в месяц. У нас буквально 30 секунд осталось. Не могу мне задать вопрос про обмен студентами. За границу ездят достаточно часто курские студенты и иностранные к нам приезжают. Вот буквально в двух словах, куда ездят и какие специальности? Два слова. Мы один из восьми вузов РФ, которые кредитовались в Европейском аккредитационном агентстве. Мы выдаем дипломы европейского образца, полностью соответствующие. В этом году наши студенты, 9 человек, уезжают по программе венгерского правительства 200 стипендий для России. Из 31 поданных, да, 15 было наших, 9 было отобрано. Это и лингвисты, и государственное муниципальное управление, это инженерные. Наши ребята выигрывают гранты президента на обучение за пределы Мирской Федерации. Наша девушка выиграла грант и выбрала Ноттингемский университет в Великобритании. Наши ребята обходят обучение в Испании. Это все программы в двойных дипломах. Два диплома выдают включенное, так называемое, образование в Испании, в Италии, в Германии. В последнее время международники наши проходят обучение в магистратуре пекинских университетов, тоже по финансированию везде получают хорошую стипендию, бесплатно обучаются, проживают и потом возвращаются домой с хорошими знаниями, дополнительными знаниями. Перспективы прекрасные. Спасибо вам большое, время подошло к концу. Спасибо, приходите на ваще. А вам не напоминаю, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова